Дипломаты ЕС и США призвали руководство Украины избежать обострения ситуации в стране. На сайте Белого дома появились уже более 10 петиций с упоминанием Украины. Эти послания, напомню, может поставить любой пользователь интернета вне зависимости от места проживания и гражданства. В одной из первых петиций было требование об отставке президента Януковича. Как на подобные просьбы реагируют в Белом доме, мы узнаем у вашингтонского корреспондента Артевия Александра Панова. Добрый день, Саша. Вам слово. Здравствуйте, Валерий. Америка только вышла на работу после длительных выходных, связанных с празднованием Дня Благодарения. Но ситуация в Украине не дала ни малейшего шанса расслабиться дипломатам, работающим в этой стране, представителям государственного департамента, ответственным за Восточную Европу, наконец, внешнеполитическим советником Обамы. Все изменило применение в Киеве силы со стороны властей. Если в начале, сразу после саммита стран Восточного партнерства в Вильнюсе, США выступили с достаточно нейтральным заявлением, в котором говорилось, что Вашингтон разочарован отказом Украины поставить свою подпись, тем не менее, двери в Европу всегда для этой страны открыты. То затем, после применения силы в Киеве, последовало жесткое заявление официального представителя государственного департамента Джен Псаки. Она сказала, я цитирую, на Украине нет места жестокости и запугиванию граждан. Власти США призвали руководство Украины уважать права граждан на собственное мнение. Эти права являются фундаментальными для здоровой демократии. Конец цитаты. Обама не поддержит жесткие действия по наведению порядка в Украине, скажем, введения чрезвычайного положения. Это понятно. Но, с другой стороны, США стараются сохранить свободу маневра и предпочитают пока внимательно отслеживать ситуацию, не торопиться с заявлениями. Сегодня на брифинге в государственном департаменте официальный представитель внешнеполитического ведомства Джен Псаки подтвердила, что госсекретарь Керри на днях посетит Молдову, подписавшую, в отличие от Украины, соглашение с Евросоюзом. На киевскую министерскую встречу стран ОБСЕ Керри не поедет. Вместо него отправится заместитель Виктория Нулан. Пока встреча не отменяется. Представитель Госдепа отметила, что США осуждают применение силы в отношении мирных демонстрантов. В то же время для обеих сторон важно остановить волну насилия, решать разногласия демократическим путем. Один из ведущих экспертов по Восточной Европе Уильям Померанс в интервью нашему каналу прокомментировал американскую позицию по украинскому вопросу. Реакцию Вашингтона пока можно назвать довольно тихой, исключая заявления с обсуждением насилия. США стараются выяснить, в каком направлении развиваются события, а они меняются стремительно. Причина молчания еще в том, что у нашей администрации множество других проблем, а для прессы гораздо важнее, как сейчас работает правительственный сайт Обама-хранения. Новости из Киева не могут с этим конкурировать в американском эфире. Еще одна причина. США сознательно отдают инициативу Европейскому Союзу. Это в первую очередь вопрос отношений ЕС с Украиной. Если ситуация еще более накалится, последуют отставки, будет задействовано больше сил подавления, я уверен, последует реакция с самого верха, из Белого дома. Реакции Белого дома украинцы ждут с нетерпением. Об этом свидетельствует активность на сайте Белого дома. Петиция с требованием введения санкций в отношении президента Украины и членов Кабинета министров собрала 130 тысяч подписей. В петиции требование закрыть въезд в США и заморозить финансовые счета для представителей украинской власти. По правилам достаточно 100 тысяч подписей, собранных за 30 дней, чтобы Белый дом был обязан отреагировать. Эта петиция сейчас на четвертом месте по популярности на сайте Белого дома. А знаете какая на третьем? Простите Эдварда Сноудена. Она собрала свыше 140 тысяч подписей граждан. Есть и более решительные петиции с требованием к Обаме ввести в Украину американские войска. Правда, этот документ собрал менее 7 тысяч подписей. А вообще надо отметить, что американские граждане, подозревая украинская диаспора в США, в первую очередь готовят одновременно около десятка петиций на сайте Белого дома. И ни одно из них в поддержку действующей украинской власти. Валерий. Спасибо, Александр. Это был корреспондент РТВА и в столице США Александр Панов. Продолжаем выпуск.